а я вернулась спасибо тем кто остался светочка спасибо тебе за бустик так ну что давайте потестим что у них тут новенького расу я сразу менять не буду мы конечно можем и геком быть силой кином и корваксом с и странником но мне не нравится это башка я буду аномалий о господи так отчеты мне сейчас мы выберем вот такой мне нравится это более человеческий вид сейчас мы быстро поклацаем что тут есть еще вот это прикольно кстати но нет с рогами не хочу с рогами так а ты чем отличаешься не вот это не больше всего нравится по моему такая была а вот этот прикольный спасибо леночка фергос привет пасиб заману привет александр спасибо так о какой значит на какой вот 8 ничего с антенками и 1 вот мне 1 нравится так поехали дальше форма тела но тут все просто короткий вот это я дрыщ ну в общем да буду вот дрыщом так башку не делим мы сейчас цвет выберем вообще желтенький мне нравится кстати так а чё тут тут прям вот так вот так вот так не поняла разницу там разница видно в цветах короче да сейчас посмотрим основной цвет розовый дополнительный где то тут а вот он как я поняла можно еще полностью белым сделать себе нормально кстати может действительно все белым сделать вот такой будет белорозовый восьмой по моему лучше выглядел какой восьмой ты про 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 форма тела или про голову желтенький ну давайте желтенький пусть будет желтенький желтый или оранжевый гудров спасибо большое за ману розовый как у попуськи с фермы так давайте папа это по расу давай восьмой сменить предустановку ну давай сюда смене да 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 вот этот окей может так и оставить смотрите серый желтым нормально смотрится потому что тут можно прям вообще все макс спасибо за ману баннер а вот это вот можно ну тоже такой розовый желтым нормально будет все оставляем так чтоб не то потому что иначе долго все будет все так выходим сохраняем конечно изменения но уже получше то я прям была такая красная пацана мне нравится кстати гудров спасибо большое заман еще раз ну и самое интересное оснащение звездолета мы можем кстати находить звездолеты чинить их и мы можем потом их продавать дроны отправлены к звездолету значит что мы можем делать мы можем улучшать звездолет можем спросить где искать улучшение вы можете мы можем воспользоваться этой станции улучшить размер и класс светочка спасибо за эликсир улучшение конкретных узлов торговцах технологиями да сейчас посмотрим что можно вот что мы можем мы можем дополнительное хранилище это вот ячейку 7 лямов стоит класс 10 тысяч нанитов или применить улучшение если мы какое-то нашли и можем его улучшить поэтому пока у нас ничего нет мы значит здесь шарахались и идем на ту сторону там есть люди мы сейчас будем им дарить реликвии с ними общаться изучать слова и прочее прочим каплю ману рима трачу здесь ну а теперь копии здесь и тратью рима тоже чтобы их на две стороны было что-то у него крылья непропорциональные у кого у звездолета промахнулись научная сущность привет сущность ничего не понятно огни на корпусе электронной формы жизни расширяются и тускнеют когда она собирается заговорить ее маска на мгновение становится пустой она тут же снова включается но не могу избавиться от ощущения что пронизывающий меня взгляд теперь принадлежит совсем другой сущности давайте подарим коровский скафандр потому что это корвакс и мы с ними улучшим отношения научная сущность благодарностью принимает мой подарок естественно я эти все реликвии я их не продаю потому что я их дарю и видите впечатляю их у нас есть такая штука где-то ты был сейчас не настройки открытие каталог и руководство где же это было накопление накопленные знания схемы это просто путеводитель гекки а вот смотрите да значит отношения клиент следующее отношение потребитель то есть чем круче отношения у нас с расой тем больше у нас возможности потому что они нам могут потом давать задания которые мы можем выполнять за денежки за хорошие денежки там уже будут не тысячи миллионы поэтому нам это нужно вот пока у нас видите всего 0 заданий ничем и для них пока чужаки вот но мы будем стараться улучшить вот например скорваксами у нас уже видеть отношение 1 час маке ком подарим тоже будет один мы пока для них тот темная лошадка следующая будет . интереса вот так и у естественно каждая форма жизни скажем так владеет определенными системами мы по моему в гекковской вот свои кинами тоже пока ноль поэтому будем сейчас значит а можно еще знаете что делать их просить со словами помочь тут мы повторно не будем читать только первый раз потому что все одно и то же у них вот помочь с диалектом научная сущность радует самой любознательности существо показывает мне символы каждый из которых обозначает слово языка корваксов которые могу выучить давайте сервал символ корвакс мы знаем слово корвакс он доволен так ты у нас кто то же сущность давайте бегом пойдем купец купец молодец какой у тебя хотя крышка интересная спер где-то знаете как зонтик где-то в японии в китае ренат мон привет спасибо за мону я тоже трачу я хитрые девчонки гек едва достаивает меня взгляда заметно что он за всех сил старается на чем-то сосредоточиться гек мягко покачивается на одном месте и быстро перебирает пальцами найти подарок купец с благодарностью принимает мой подарок и отношения у нас тоже с ними улучшились давайте это проверим кстати нет а где был то это мы хорошо где катал вот гекки вот эти уже один замечательно поэтому возможно так теперь давайте возможно они смогут нам давать три задания гост вайн спасибо большое так давайте еще одно слово у них выучим помочь с диалектом купец взвизгивает от восторга он показывает мне свой планшет с набором языковых символов давайте символ торговли хочу от слова торговля мы выучили так ты тоже гек поэтому с тобой мы общаться не будем вот портал мы бы могли телепортнуться домой но у нас света нет дома он новый этап мы выучили пять слов молодцы так а вот и корвакс давайте корваксу тоже чуть подарим привет капитан симпатичные веснушки воин обнажает зубы издает несколько на удивление изящных лающих звуков настроен он явно не дружелюбно но ему хотя бы удается сохранять спокойствие на тебе подарочек а для танцует как вы видели когда не как танцует ящерица бу спасибо за ману найт гост спасибо тоже и гост вайн тоже одни госты так теперь давайте слова выучим а то мы вообще ни одного не знаем у геков хотя бы три знаем помоги мне капитан размахивает конечностями показывая различные действия обозначая слова которые могу выучить ну давайте символ дружбы вот мы выучили слово помощь так с этими поболтали теперь пойдемте по порядочку вот наш картограф привет картограф я окружают карты списки координат и сделанные в ручную наброски он восторженно бормочет будто ему не терпится поделиться данными друг по картам мы можем немножечко уже их понимать значит что мы можем обменять определенные карты вот пожалуйста так а чего мы мы знаете чё забыла сейчас мы отсюда выйдем и я посмотрю вот у нас есть навигационные данные да мы можем навигационные данные купить у картографа подождите я вот не помню мы на навигационные данные можем обменять или нет по моему да потому что здесь мы не можем никак их применить зашифрованные навигационные данные ну по моему да мы у картографа можем сейчас посмотрим я забыла ну кажется контента довезли прилично да тут много чего тоже поиграть наконец-то давай давай присоединяйся винни-пух спасибо за ману так а ну давайте попросим помощи он нам наверное расскажет все картограф выслушивает просьбу указывает на карту на своем экране затем на изображение маршрутных башен которые можно найти кажется он просит меня добыть данные из этих башен ну вот да то есть мы данные он нам карту значит обменять либо можем приобрести за на нет и ну зачем же вот сейчас у нас есть три час попробуем так планетарная карта здесь важные охраняемые объекты мы можем их грабить и там будет пью-пью с этими со стражами а тут вот что тайные картографические данные до дальше аварийные картографические данные вот эти очень прикольные потому что вот с помощью таких карт можно найти как раз какой-нибудь старый корабль отремонтировать его и за продать за кучу денег либо восстановить полностью на нем летать если он будет круче нашего есть значит коммерческие тут отмечены аванпосты обитаемые там тоже много стражи есть много чего интересного и собственные инопланетные здесь можно находить артефакты которые обычно стоят кучу денег тоже хороший вариант для заработка а вот карту поселения я ни разу не видела вот с поселениями я еще не обращалась но видите тут они получается на 5 навигационных данных обмениваются значит что она дает на которой отмечено местоположение ближайшего планетарного поселения класс вот это вот еще не было можно вот этого я тоже кстати не видела данные для можно найти улучшение для экзокостюма и в принципе все давайте по порядочку раз нам все равно у нас задача сейчас какая нам нужно провести свет на базу для этого нам нужны технологические модули мы их найдем на планете мы их можем искать параллельно путешествуя по вот этим картам заодно посмотрим что где находится как все выглядит поэтому предлагаю купить сразу аварийную берем точно значит берем древний артефакт точно нам и ну давайте либо важный объект либо аван пост давайте важный объект и хватит нам и сейчас попробуем по этим картам погулять спасибо дружочек ну-ка да видите все здесь у меня все исчезло а вот эти карты появились да все правильно я запомнила за на нет и не буду покупать дальше следующее это вот у нас по моему до представитель расы он дает задание но мы с ними пока не очень хороших отношениях насколько я понимаю возможный друг я уже видел эту метку это знак гильдии исследователей существо не заинтересовано в данных которые могу предоставить возможный диспетчер заданий на ближайшей станции поможет мне повысить репутацию на видите я пока в гильдии не могу ничего брать никакие задания мне нужно улучшить репутацию с геками привет так ты кто а вот как раз и диспетчер заданий форма жизни жестикулирует словно извиняюсь я не могу точно понять что существо пытается мне сказать но такое чувство что здесь мне работы не найти это тоже из-за репутации поэтому как раз будем находить реликвии и радоваться жизни так ну продать я все продала что могла вроде вроде бы все больше здесь ничего нет давайте запустим первую карту так я хочу давайте для начала артефакт найдем проложить маршрут обнаружен инопланетный артефакт так улетаем и ищем артефакт для наша одна наша пусть стоит бедная сейчас пойдем на поиски артефакт так где те артефакты ч вот он древние руины там тоже можно в принципе и сам артефакт найти иногда они бывают действительно очень дорогие либо еще вокруг чем валяется что тоже можно продать параллельно будем тогда собирать разные руты вот я бы третий я бы пособирала кстати ну что здесь а вот надо еще наверно поближе вот и а чё ты не работаешь планетарные помехи вот ты фигня фигней рано и остановилась вот и и можно все равно золото платинку пособирать будет хоть сколько нибудь продадим я вернулся уже нужен посуду закидывал о с прошедшим тебя приятным аппетитом спиртик а мы тут взяли карту закопован закопованного закопанного артефакта идем его искать вот сейчас будем смотреть как это выглядит как ищутся артефакты будем денежку зарабатывать и заодно технологические модули искать сближение с планетой нифига не вижу ну я щас а вот все вижу тихо 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 а то я щас какая чаще зелёное такое а это вода вот так в древние руины вижу так тихо 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 Спокойненько а тут нет да приземлялки иногда бывает приземлялка ой подожди 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 стоп 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 ай 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 твое дивизию да он приземлялки тут нет Ну, стой. Ты сядешь, спасибо. О, поздравляю. Смотрите, все свои. Бедоед, Медиус, на-та-та-та, Кирбек, бабушка. Поздравляю с победой. Вот. И постримила, и бабушку порадовала. О, Медиус, спасибо тебе большое за сердечко. Так, во-первых, чё тут? О, панцирная. О, давайте этих дружочков. Ну, дайте сосканирую. Замечательная. Тысячу нанитиков нам дали. Так, этих мы сканировали уже. Вот эти все мы их знаем. Вроде бы всё, да? Да, он, унстрицы. Устрицы панцирные под водой, мы туда не пойдём. Так. Вот защиту от радиации. Вот, можно как раз покупать. Тут, во-первых, где-то вот есть камешек. Мы тебя сейчас прочитаем. Мы узнали слово я. Пейте сок, моя семья. Так, ты у нас чего? Ферритная пыль? Ладно. Вы известные. Ну, идём наверх. Из-за реликвии. Тут ничего нет. Руины. Ой, а ты кто такой? Просто так, да? В устрицах дорогие жемчужны. Да, но там надо плавать под водой. Мы уже выучили восемь слов. Это же классно. Так, а больше нет? Просто иногда бывает побольше этих камней знаний. Я протягиваю руку и прикасаюсь к красивому камню. По моему телу проходит дрожь, а моё сознание наполняет истинной историей геков. Мы хозяева галактик, смотрители космоса. Любой враг преклонит колено перед всесильным гекским доминионом. Мы первороды. Взгляни на наши труды и оставь надежду. Так, с языком нет, давайте найти древнее знание. Он нам сейчас даст координаты и мы попремся дальше, насколько я помню. Ты же в скафандре поплавать можно спокойно. А там всё равно нужно, что-то нужно. Очень прикольно на корабле плавать. Так, мы поймали сигнал исторической важности и поэтому надо дальше плыть. тут просто видишь сейчас, а тут нет, да, никаких модулей, ничего нет. Ну, потому что тут земли мало. Вот, например, так, ну тут 207, 240, затопленная реликвия, блин, 195. А ну-ка, давайте-ка попробуем сейчас. ой, ты кто? Ты живой? А, это растение. Нормально. Тут просто удобнее на подводном корабле плавать. Видишь, мне нужно всё равно этот дышать. где-то я видела. Ну, тут для того, чтобы, для того, чтобы вот эта защита от воды, там тоже что-то надобно. Ну, сейчас мы попробуем до реликвида плыть. мы сейчас над водой попробуем. Там радиация, там воздуха не хватает. 7,60, вон, вот, наверное, там она. Ну, давайте, надеюсь, воды хватит. Ой, так, затопленная реликвия. Достигнуто. Неопознанное растение. Мне всё надо. Так, а сейчас я могу же. Так, вот, кислородиком заряжаем. И ещё сейчас быстро. Ай! Быстренько. Вот, защита отредных факторов. Давай. А, водой я не могу. Ладно, тогда, быренько. нет, не то. Вот. А, нет, ну это я могу. Подожди. Вот, затопленная. Да, дай мне реликвия. Всё, взяли быстренько, быстренько. Ядро бездны. Сейчас посмотрим, сколько оно стоит. Включён дополнительный запас кислорода. Спасибо большое. Ничего особенного не надо, устрица вскрывается расщепителем. Это да, я про то, как дышать под водой. А ну-ка сейчас посмотрим, что ты стоишь. Вот, смотрите, 92 тысячи стоят ядро бездны. Классно же. Так, а мы кому-то что-то не отдали? Блин, вайки нам не отдали. Ну ладно, будешь здесь, мы это продадим. Ещё и, что мы, цитофосфат, цитофосфат нашли. Вообще класс. Так, ладно, летим дальше. О, медиус, спасибо за победу. Аля какие. Как сомики с усами. Ядро в крафте используется потом. Ну, я просто, мне всё равно складывать некуда. Я буду продавать, лучше на зарабатываю денег, потом при необходимости найдём. Так, бежим к нашей реликвии. Так, где-то там, на другой планете, что ли? Ну, естественно. Ну, полетели. случайно вышло. Ну, зато, как хорошо вышло. Тихо, 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 спокойно, спокойно. Да, а вот здесь сейчас мы будем копать. ой, а чё это 32 фэпуса? А ну-ка. 54. 57. Вот я понимаю. Всё, 60. Так, а это у нас планета-то какая? а Гина. Всё, мы её называли уже, ну и отличненько. Так, древние руины. Сейчас, да, будем тут копать, и там наверху ещё что-то можно будет, по-моему, забрать. Так, вот-вот, фрагмент артефакта. Сейчас мы будем фрагменты собирать, их раскапывать, и тогда нам во фрагментах будут ключики, и потом мы, значит, сможем открыть сундук, насколько я помню. Такая здесь система. Да, древний ключ, по-моему, три ключа надо собрать. Не спорю. Так, дальше. Да, вот большой ящик артефактов, нам для того, чтобы его открыть, нужно три ключа. и ещё есть гравитийный шар. Мы их возьмём напоследок, потому что там поналетят говнюки эти. А шарики тоже продать можно. По-моему, там 10 тысяч каждый стоит. Второй ключик. ещё один. Ещё один. Всё. Три ключа, теперь большой сундук. Там ещё тайник зарытый. Так, где ты? Сундук. Ключи. О, сколько модулей технологических. Так, подождите, зарытый. На этот тайник. Да, блин, сколько же здесь тайников. Что тут произошло? Сейчас пройдём вот сюда. ну и где? Должен быть большой сундук с артефактами. Где ж я тут ходила? Большая крокодила. вот, большой ящик артефактов. Вот я, лошара, ключи находила, для чего не знал. Вот, Димоныч, теперь знаешь. Собираешь три ключа и вот находишь такой большой ящик. С помощью них открываешь этот ящик. Вот. Эть. Видишь, раз, один замок, второй, третий. Там всегда ключи много, а ящик с артефактами один. Ну и что мы нашли? Эй, а. Найден редкий предмет. Бухта роза клубни. Возраст 2248 лет. Это образец, то ли сам вариант сильной странной мутации, то ли является ее источником. Он поглощает генетический материал всего, к чему прикасается, и его усики меняются, имитируя форму донора. Усики. Пропуск в трусики. Так, давайте посмотрим, сколько он стоит. Смотрите, мы сейчас заработали лям 200 почти. Мы его продадим, и будем богаты. Уже как минимум почти нам новый мультитул себе насобирали. Вот для этого нам нужны религии. Но это еще не все. Во-первых, давайте пособираем модули технологические, а потом заберем этот, скажите мне, я вам скажу, где, где сейчас, где они там были-то. Ой, блин. Вот, заберем гравитийные шары и свалим отсюда. Так, тут 266, 372, давайте на 266, а там сколько? 338. Давайте на 266 пойдем сначала. Нам нужны модули. Заодно поизучаем планетку. Так, там яма, я уже вижу. Я тебя знаю? Нет, не знаю. Давай познакомимся. Привет, динозаврик по имени Дин. Ой, он злой, он злой, он злой. Кто там говорил в этот, что он будет обниматься? Вот, смотрите, как он обнимается. Отвлечь приманкой, а мне нет. Отвлечь приманкой, а мне нет. Видите, он меня бьет. Говнюк. Он бежит еще за мной? Бежит. А я могу сделать приманку? У меня, наверное, ничего нет для этого. Блин, меня нет. Ой, по-моему, меня и так бьют. Все, валим отсюда. Не могу я сделать. Так что, кто там говорил, что они обниматься бегут? У меня вон полхп снес лапой своей. Олечка сегодня вынуждена уже идти, температура не отпускает. На следующий стрим постарайся обязательно прийти. Заранее всем спокойной ночи. Блин, Аленочка, давай выздоравливай. Пусть тебя отпустит эта температура противная. Чтобы ты была здорова и довольная. Давай выздоравливай. тебе спокойных оздоровительных снов. Пусть за тобой муж и детки ухаживают. Поправляйся, пожалуйста. Спасибо, что вообще зашла. Так, тут все, все. Давайте подобываем немножечко. Блин, говнятина. Снял мне полхп. надо понаделать этих. Сейчас еще будет нападать. Я печень добуду с него и продам. Мы тогда ее нормально кстати запродали. Так, ладно. Один модуль. О, господи, а ты кто такой? Ты просто кто-то такой. Где еще модули, модули? Сейчас все я заберу. Залежи фекалия. Это кто? Подземная реликвия. Вон, тайник и модуль. Замечательно. А подземная реликвия поближе. Сейчас мы реликвию выкопаем. Их тоже можно нормально иногда продать. Ну, либо разобрать на что-нибудь. Там как пойдет. че такая... А че у нас с землей, простите? Блин, ненавижу, когда так показывает. Непонятно, куда копать. Ну, давайте попробуем здесь покопать. Вот где ты там. Ай-яй, кто ты? Где ты? Я вижу. На тебе. Ай-яй, подожди, я тебя еще изучу сейчас сначала. Брызгается. Земля тоже болеет. Да не говори. Все разболелись. Какой-то кошмар. Так, реликвия, ты где? Блин, вот ненавижу, когда так показывают. То вроде есть, вроде нет. 9, вот куда тебе? 9, 8, 7, ну, наверное, куда-то туда. Вот и, вот, и, вот, она? Все, бесишь меня. Пошла за модулем, ладно. Ты сейчас надолго. Так, вот, модуль 73, идем за модулем. Там дальше еще один будет и тайник, сходим за тембрин, а я не могу почему-то, а мне не из чего. Вот, извлеченные данные за тоже три штучки. Я не могу приготовить этот, вот, компоненты, расходники редкие. Почему-то не могу, я их наверное еще не изучила. Продукты питания не могу приготовить, так бы я эту говняшку прикормила, она на меня не агрилась. Нас трое, спасибо большое за ману. Реликвии в петчерах обычно же. Ну, да, но до них можно док... Ох ты, господи, что за чудо-юдо. До них можно доковыряться, вот, но иногда вот он так показывает неоднозначно, непонятно, где копать. Так, еще есть модуль. в зале жмите, вон зарыт тайник и там где-то еще, вот, потом туда пойдем за... Блин, увидел меня, учуял, ну, все, берегись, дружочек-пирожочек. А не нравится? Мне тоже не нравится, когда ты меня это, кусаешь. Вот, продадим кошачью печень. Ты кто? Ладно. Стоишь, не брызгаешься и хорошо уже. А грибочки сканировала? Сканировала. Опасная флора. А ведь я уже тоже сканировала. Там еще один претендент на кошачью печень. Настроя, спасибо за ману. Блин, печень захотелось. Это как-то ненормально, да? О, медь. Давайте соберем, мы ее продадим. Она все равно нам понадобится. тут ее немножечко. Сейчас с другой стороны обойдем. Ай-яй, подожди. Медь надо иметь. Обязательно в кармане. Все? Вроде все. тайничок. Тут, конечно, можно вообще... Вот... Нет, Найт Гост, печени не кошачьи захотелось. Говяжий какой-нибудь. Не настолько я. Так, стоимость. Вот это зарытые тайники. Тут стоимость, конечно, маленькая, но иногда можно что-нибудь полезное найти. Вон, Кадми, например. А иногда всякие эти. Так, где ты? Где ты? Намагниченный феерит. Нет, мы идем за технологическим модулем. Потом вернемся к нашему самолетику. Заберем эти шары, по-моему. Поборемся с говнюками и свалим. Я тебя изучала, изучала. Ербе, спасибо большое за ману. Сейчас погонится же за мной. Зато мы насобираем кучу модулей, сможем все... Господи, какие они мерзкие. Да, поэтому я на этой планете и не живу. Вот эти вот какие-то корни на тонких ножках. Грибочки, вон, красиво светятся. А вот эти, конечно, фу. Фу-фу-фу. Кадми, не продавая, нужен в квесте про Артемиду. Да, я помню, Димонович, но там, о, я прошла много метров, километров. Там можно потом, в принципе... Ну, я делаю так, смотри. Я обычно того, чего у меня еще нет, я собираю. Просто там раньше было, прям сразу можно было открыть этот... зэ... Ну, господи, как он называется, забываю слова. Можно сразу было построить, короче, склад, грубо говоря, а сейчас нет его. И все держать в карманах такое себе. блин, уже какая-то животинка ко мне. Ёшки. Бесишь меня? Вот морди туда были. Так, давайте подзарядим немножечко. Расщепитель зарядим сжатым углеродом. Так. Кислородиком. и... А, тут все. Ну, и замечательно. Куда идти? Вот, ну, фу, к этим... Бе! Сундук его сунешь. Так, сундук я не могу построить. Нет еще сундука. В этом-то и проблема. Если б я уже могла строить сундук, я так обычно... я так и делала. Я строила хранилище и туда скидывала то, чего у меня нет. А если этого накапливалось, я уже тогда распродавала. А сейчас сундука-то нет, получается. Квест начать, тогда начнется развитие базы на персонажей или чертеж на аномалии не купить. Да-да-да. Ну, вот мы как бы совмещаем приятное с полезным. Вообще, я вот показываю тем, кто не знает, чем тут отличаются карты. Видишь, ты зато узнал, как эти реликвии собирать. Вот. Плюс модули сейчас понасобираем нормально и продолжим изучение базы по квесту. Так, ты не хочешь меня бить? Я тут поизучаю пока. а ты, я ж тебя знаю, да? Знаю. У тебя знаю, у тебя знаю. Какой-то мелкий. Убежал от меня. да, хмурая планетка. О, уже бежит, бежит, бежит. Дядь, сюда. Ну, печенки сегодня будет много. А что, только мордит? А печени не дали? А, вон, дали. Сколько у меня уже ее? Ты кто? Ты кадмий. А печень? А, вот она. Ну, на 33 тысячи уже печени насобирали. Нормально. Они сами напросились. Я их не трогала. Какая у тебя видюха? 30-70 настроем. Привет, байхой? Или бухой? я не знаю, какой ты сегодня. А что, подлагивает? Так, что еще, что еще, что еще, что еще, где еще? Так, тайник недалеко, еще тайник. О, модуль 349. Ну, мы сходим, ничего страшного. Я побольше хочу, чтобы не летать постоянно по планетам. мы все попродаем и свалим на нашу планетку с кучей модулями. немножко кажется. Слушай, да, вот сейчас я смотрю, ну, сейчас 60 фэпосов, когда начинается какой-то экшон, вот я скажу, когда, оно иногда проседает. сегодня шпиятница, каким можно быть в этот великий день. Ну, да, я так и подумала тоже спирт, поэтому поправилась. Но это возможно от игры. Скорее всего, потому что, ну, вообще странно, они бы уже могли нормально оптимизировать. Ну, вот сейчас у меня упало, да вообще, до 22. Все, опять 60. То ли, может быть, это связано, ну, вот, когда много элементов, я не знаю. Но то, что они ее недооптимизировали, это 100%, потому что, слушайте, сколько можно ее делать, и такие прям просадки резкие. Причем, ничего супер такого не происходит. Сейчас еще посмотрим на этот бой с роботами. А где мой, вон, как там это все будет себя вести, че, ты бежишь уже на меня? Подгрузка. Ну, че-то он, да, грузит. Игре 10 лет, вроде хорошо, хоть поддерживать серваки онлайн. Андрей, спасибо. О, какой дракошка. Прикольно. Спасибо тебе большое. Ко мне на неделе приехало 30, но еще не тыкал. О, поздравляю нас трое. Я тебя, как никто, понимаю. У меня радости не было предела от новой карточки. Я прям довольна. Довольно. Но, в принципе, игры все тянут. Ну, вот здесь, да, под лагер. Ну, плюс еще стрим, конечно. Ну, вот, например, чтоб вы понимали, насколько, да, все зависит, конечно, еще от оптимизации игры. Например, Серега очень ждал карточку, что, о, там вообще какой-то слон, чтобы поиграть в этот, господи, ну, скажите мне, в Star Citizen, вот, и он, наконец, дождался, и в Star Citizen у него FPS-ов больше, чем в RDR-ке. То есть, в RDR-ке у него, ну, не по FPS-ам количеству, а, короче, компьютер намного больше греется от RDR-ки, чем от Star Citizen. Вот это к оптимизации вопрос. Да, я тоже в предвкушении. А, я тебя очень понимаю. Ох ты, ёшки-матрёшки. Андрей, спасибо тебе огромное за много маны. Night Ghost, спасибо и тебе. Под 30-ю серию мне ещё и корпус новый покупать пришлось бы. Ну, вот, да, у Серёги были такие проблемы, ему пришлось заменить мать и, 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 и кого? И мать, и ещё что-то. Ну, смотрите, как мы чудненько здесь затарились модулями. Вообще замечательно, считаю. Так, сейчас ещё и слово новое выучим. Слово есть. Интересно, есть быть или есть принимать пищу. Ну, а мы 10 слов выучили, мы уже понятные. Так, место достигнуто. Так, бежит, бежит, бежит. Где ты там бежишь? далеко. А, вон он. Всё. Фига, он отлетает, конечно. Так, чё тут есть, чё ещё? Он 340. 340. Ты кто? Подземная реликвия. 340. Ну, давайте последнего соберём. Как раз мы почти в сторону корабля. Да, нет, нет, не почти. Так, где ты был-то? Да, вообще не почти. Ну, ладно, последний соберём, призовём кораблик и пойдём тогда по второй карте, там, где сигнал бедствия. Вдруг мы там кораблик найдём. Потом всё, что нашли, продадим, заработаем много деньгов и пойдём на нашу базу всё достраивать, подключать электричество. У меня двадцатая в старый корпус еле влезла. Она тоже, кстати, да. Вы же видели эти мемы про 40, сколько там, 40 на 8, 70 размеры. Есть, есть, есть не пить. Точно. Я в прошлом году глобально обновился, корпус и начинка на ведюхе стоили неадекватно. Сейчас полный комплект. Да, вот мы тоже дождались, когда нормальные цены будут. О, ты кто такой? А я тебя даже сканировала, что ли? Капец, ты большая штука. Фу, какой краба, как они, крабо-осьминок, как-то так. А семена-краб. Кис-кис. Бухой, кис-кис с ними не... О, у него еще глаза есть. А ты не такой уж страшный, мерзкий с глазами, кстати. Ладно, плыви, я тебя не трогаю. Мы последний модулек заберем. Опять тут эти кошки. дотянусь. Блин, пришлось заходить. Андрей, спасибо большое за букетик. Ничего себе букетище. Спасибо тебе огромное. Так, все, модули мы насобирали. Сколько? двадцать один... Одни... Двадцать... Да что ж я такое? Данные, аниме, и значит... Как сказать? Короче, данных двадцать одна штука, вот так я скажу. А теперь мы сделаем маленькую хитрость. Хи-хитрость. Пупучку вызовем сюда, чтобы не бежать к ней. А, Оля, если нажать на Q и сразу пробел, быстро полетишь вперед, помогает быстро перемещаться. Ой, серьезно? Спасибо большое, Ханюжека. Я попробую. Сейчас как? Еще раз Q и пробел. Что так? Он не работает. Либо я... Либо я, короче, не очень быстро нажимаю. Андрей, спасибо тебе большое за сердечко и за ману. Так, вот что я хотела сделать. Теперь же мы летим... О, кстати, груз есть здесь. Давайте мы вот что сделаем. Вот эту штуку мы перенесем в звездолет. Это будет наш груз на продажу. Мы тебя куда-нибудь... Папа-папа-папам. Сейчас мы положим вот сюда. Так, ты у нас будешь здесь. ты здесь. Вот, здесь будет груз на продажу. Подожди, я еще не закончила. Так, печень тоже у нас пойдет на продажу. Как-то я так по-предпринимательски, короче. Данные мои. Вот вот эта штука дрюка. пусть она тут и будет. Ну, и нормально, ладно. Нет, не нормально, надо еще будет. Мордит мы отложим вот сюда. До лучших времен. Кадми, чтобы с собой не таскать. Просто вот эту фигню. венку и Индии тоже. По-моему, тоже понадобится. Все, вот эти все все нормально. Так, теперь хочу, вот, сигналы бедствия. Проложить маршрут. Поедем кого-нибудь спасать. Держать надо. А, держать надо. Ну, сейчас мы на другой планете приземлимся, попробуем. Пойман сигнал бедствия. Ой, а я вот чуть не посмотрела, где он. Вот там вот, Вроде да. Ой-ой-ой, ай-ой-ой, гора-гора. Они и управление, по-моему, подкрутили. Либо я отвыкла уже от него. Так, аварийный маяк. Ну, давай. Меточку оставили. А что надо тебе? Почему ты? Давай тебя зарядим. Уранчиком тебе, пожалуйста. И тебя третьим зарядим. Надо третье под нас собирать. Они, конечно, со своим пофиксить-то пофиксили метеориты. теперь вообще прям не хватает. Раньше третье было. Хоть ешь. Кстати, вот, хотел же мне поискать D-70 какую-нибудь, а сейчас подумала, влезет ли. Слушай, ну, D-70-то вроде не такая уж большая. А как пить мне станет нечем, я отдам собакам печень, потому что нет голодней диких питерских собак. Это откуда, медис? у нас звучит классно. Прям да, по-питерски. Ну, да, понятно, помехи, помехи. Ладно, летим, летим и общаемся. Корзина неразъемная, вроде полезу, вентилятор обновлять, огляну. Конец фильма. Какого фильма? Настрой, ты там фильм параллельно смотришь? Блин, знаете, что мы сделаем? Я, короче, делаю вот так обычно. Когда мне лень вот 10 вот этих вот лететь. Мы немножечко взлетаем вот сюда. Реально, ну, смотрите, ни одного... есть. Иди сюда, дорогуша. Мы в тебя немножко постреляем. Вот, три тех хоть насобирали. Просто раньше чуть вылетишь и все, прям классно везде было. А вот теперь до аварийного маячика полетим. Давай. Так будет намного быстрее, чем по самой планете. Песенка про Питер по радио играет нередко. Да? Слушайте, а я в последнее время... А, группа конец фильма. этот... Название, кстати, слышала. Радио я давно уже не слушаю, потому что я же дома работаю, поэтому когда я ездила далеко и каждый день на работу, тогда радио слушала. Сейчас не получается. Давай. Ой, хоть бы там был кораблик классный. Мы бы вообще сейчас кучу денежков бы заработали. Угу. 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 Ну, что ты там так медленно приближаешься. Давай быстрее. Ага. Перевернулся. Молодец. Так, теперь помедленней. еще медленней. Блин, а я-то не изучила эти маячок. Потому что если это кораблик, мне надо будет поставить маячок, чтобы его потом найти. А это, походу, кораблик. О, четкое приземление. Так, ну и что у нас здесь? Да? это корабли же? во-первых, давайте здесь все пособираем, поизучаем. О, реликвию гековскую нашли. Так, давай-ка ты сразу на место вот сюда. Мы так быстренько с ними отношения наладим. Так, атлас пас. Так, это лампа. О, гек, смотри-ка, живой. Привет, дружочек. Друг мой. И для. Все. Гек, похоже, сбился с пути. Его корабль демится и не может подняться в небо. Он пожимает плечами, широко раскрывая свои невинные глаза и сообщает, что вся проблема в неисправной подвесе навигационной системы. Из-за него то и произошла авария. Блин, я думала, мы кораблик сейчас займеем. Тоже дома работаю, правда, не у себя дома. Тоже неплохо. Предложить помощь. Помощник выглядит довольным. Он периодически смотрит на меня, то на меня, то на разбившийся корабль. Блин, я думала, просто в прошлый раз, когда такое было, я починила корабль и смогла его оставить себе. О, засыпанный модуль. А чё это мы будем от модуля отказываться? Сейчас мы быстренько воспользуемся ситуёвиной. Так, замечательно. Чё тут ещё есть? Повреждённый механизм есть. В корабле сразу оба мотора почини, потом заберёшь и продашь его. Так, просто я не вижу... этот... Не вижу... Не вижу... Ну, геков раньше не было. Он просто был бесхозный, его чинила, и всё. А тут теперь гек. О, топливка. Нормально. Так. Ладно, посмотрим, как тут это сейчас действует. Чё, фуна? Повреждённый многие детали успели просто-напросто износиться. Некоторым компонентам на вид больше 10 лет. Так, отремонтирует всё как следует. Микропроцессор. У меня как раз есть. Этому кораблю никакой ремонт не поможет, если не разобраться с его погоревшие системы навигации. Я устанавливаю новый дорогой микропроцессор и ремонтирую окружающие его компоненты. Какая молодец. Так, и чё? Дальше. Существо неподалёку наблюдает за тем, как я приближаюсь к кораблю. Ему не терпится выслушать меня. А, надо к геку пойти. Ну, ладно. Корабль подаришь? Подари мне корабль, пожалуйста. Чё ты ко мне жопой стал? Чудак с крышкой. на голове. Блин, конечно, как от мусорных контейнера. Я пытаюсь объяснить новому знакомому всю важность регулярного ремонта и обслуживания звездолёта. Ну, похоже, помощник не может или не хочет меня понять. Ну, понятно, он просто довольный. Починили, починили, ещё бесплатно. Тем не менее, он благодарит меня за капитальный ремонт. Он ищет что-нибудь стоящее, а потом с радостью протягивает неподходящий подарок. Я же говорю, мы корабль не заберём. Нестабильную плазму. Да ну тебя, блин, лучше бы корабль подарил. Блин. А я так надеялась. Нестабильная плазма. Топливная капсула высокой плотности используется в плазмобластерах. Да у меня даже плазмобластера нет. Фигня. Я расстроилась. Печаль, беда. Да. Говнятина. Так, тут ничего. О, сидеть. Не, сидеть не хочу. Ну ладно. Тогда полетели продавать всё. Вот не знаю, что делаем. Исследуем последнюю карту, там где охраняем важный объект. Или летим сразу на космическую станцию, всё продадим и потом проводку на базе строим. Вы пока подумайте, напишите как хотите. Сделаю как напишите. А я пока уйду на небольшой перерывчик, вернусь и продолжим. Так что никуда не расходитесь. Привет, Teamfire. Продолжаем. No Man's Sky. Спасибо за эликсирчик. Так, ну что? Чистый инвентарь, говорит Медиус. Ну хорошо. Тогда летим на станцию космическую. Ой, блин. Вот. Отлично. Сейчас мы ещё под нас собираем вот здесь всего. Это кто такой чёрный? Золото. Замечательно. Это, наверное, тоже будет третий, да? Или платина. А, серебро. Отлично. Гиперскопление третья нам очень понадобится. Ну что, ты не достаёшь, пушка? Баюшка. Так, а чё у меня с чатиком? Давай. О! Золотой самородочек. О, кстати, можно отдельно, по-моему, нормально продавать. Но, визуально, кстати, всё равно, конечно, стало поприятнее в игре. Все эти камушки такие приобрели какой-то вид более понятный. Так, ну-ка, самородочек. Так, во-первых, мы третий перерабатываем. Где ты? Три тысячи ты стоишь. А тут золот девять. А ну-ка, мы тебя... Ну, давай. Эть. Двадцать одно, да. Проще так делать. Так, пойдёмте на станцию космическую. Она у нас наконец-то теперь отображается нормально. Чё ж у меня... Ну, вот, всё. Улетает чёт. Давай-давай. Ай-яй. Да-да-да, спасибо. Я поначалу, когда только начала играть в эту игру, в вечной скалой эти входы не могла никак понять, где они есть и никак попасть не могла. Круги наматывала вокруг космической станции, никак не попадала. Так, надо ещё сейчас посмотреть. У нас гековская реликвия, да, есть? И ещё чья-то. Потом мы когда уже сможем на... по галактике кататься, на другие галактики, сможем продавать там, где повыгоднее. Что у меня, где у меня? Вот, у меня реликвия геков и вайкинский идол. Я вот вайкинов не помню, видела, нет? По-моему, видела. Я только не помню, туда ли я пришлёпала. Ну, ладно, здесь тоже можно продать, но для реликвии надо будет... Ты кто? Ты гек. На тебе. Сейчас мы тебе подгончик сделаем. Привет, дружочек пирожочек. Внимательно выглядевшись с гека, я вижу, что его кожа выделяет некую жирную субстанцию. Это масло полностью покрывает его тело, заполняя каждую морщинку и складку. Она пахнет гораздо слаще, чем можно было бы ожидать. Пожалуй, стоит оставить гека одного. Подожди, подожди, я подарочек. О, нравится тебе? Молодец. Так, давай мы теперь ещё словечко у тебя выучим. Давай символ геков. Федерация. Замечательно. Так, продаём. Мы сейчас посмотрим. Вот, язно. Язно. В смысле девяносто одну тысячу? нет. Там лям был. Я не буду продавать за девяносто одну тысячу. Чё за фигня? Блин, как обидно. И печень кошачья на минус. Ну, ладно, печень фиг с ним продадим. А чё вы такие невыгодные? Я, короче, подождите. Так, сколько ты? Ты стоишь? А, потому что я не то. Вот миллион. Это, наверное, подождите. Да, я, наверное, не туда посмотрела. Куда я посмотрела? Что я за девяносто? Ядро? А, ядро бездны. Ядро бездны, ладно. Минус полтора процента. Всё, окей. Вот. А вот здесь, вот здесь у меня должно быть где-то ржавчину сейчас продадим тоже. Во, вот, миллион. Блин, минус восемь процентов, ну чё делать? Ладно, завтра вставать в шесть утра на работу. Добрых снов, спасибо за стрим, удачно продолжать дальше. Ох ты, блин, в шесть часов на работу, сочувствую. Давай, спиртик, желаю тебе выспаться, чтобы ты встал бодрый, весёлый и здоровый. спасибо, что был. Так, ну нормально. Вот, у нас уже лям 400. Давайте-ка посмотрим. Так, где тут, что тут? Звездолёты, это не то, на другой стороне, да? Сейчас мы пойдём, может быть, мы сможем новый мультитул прикупить. О, я теперь у геков с новой репутацией и юнитов я дофига заработала, и купец. Вот, кстати, самолётчик, но, а это мой самолётик, это папуська моя, да? Да, это моя папуська. Хотел сказать, симпатичный самолётик, это моя папуська. Эдвин, спасибо за эликсирчик. Блин. Да, тут самолёт не прикольный, мне вот эти звездолёты, мне нравятся, которые не похожи на звездолёты, какие-то огромные коробки и всё. Так, ну давай, хочу мой титул новый. И куда мне надо реликвию Вайкина? Да, значит, я вот не помню Вайкина. Так, мультитулы, где продаются мультитулы? Вот здесь. Стоит? Стоит! Так, сколько ты стоишь там, я уже забыла сравнить. Вот. Ааа, блин, три с половиной, мне не хватит. Ну, ладно, что поделать, будем собирать дальше. Так, Вайкинов-то нет здесь, что ли? Ты кто? Сборщик утеля. Ну, ты гек. Гек, не человек, а там Вайкинов тоже нет. Ладно, окей, оставим, как есть, тогда летим на свою планетку. Тут тоже одни геки. Человеки. летим изучать биотопливный реактор. где моя база? База, моя база. Нет, вот, где-то вот, там вот она, вот там. Ой-ой-ой, давайте. Сейчас облетим космическую станцию. Вайкин за круглой дверью. Блин, Димоныч, точно. Ну ладно, уже не буду возвращаться, мы сейчас свет сделаем и нормально будет. Слетай яички, поварусь, за них много дают. Эээ, да, так и есть. Сейчас мы достроим и потом можно будет посмотреть там следующую карту открыть, которую я взяла. и там возможно будут. А в космосе, который такой большой, форма не очень-то важна. Космос забил на аэродинамику. Ну да, понятно, но хочется же, чтобы звездолет нравился. То есть, какую-то такую примерно симпатичную форму, чтобы он имел. Волкмен, спасибо за цветульку. Такие у меня на планете розовые облачка. надо будет потом посадочную площадку сделать, чтобы удобнее было. Блин, было 9, стало 10. Но я скорость теряю, это понятно. 3, ага. Так, тут надо аккуратненько, чтобы приземлиться правильно. Так, вот куда-нибудь, вот куда-нибудь вот здесь вот мы сейчас бахнемся. Так, возле ямки. Блин, сейчас, если я сяду в яму, ну ладно, я потом смогу вытащить пучку. Розовая облачка и огненные бури. Ну, да, где-то какие-то плюсы, какие-то минусы, что поделать. О, вот это я припарковалась. Сейчас мы ее перепаркуем жопам в дом. Так, давай. Мы сейчас вот так тебя поставим. На то как-то не особо. Ой, это еще и сзади, да? Где у меня вход? Блин, вообще не с той стороны. Все, вот он мой вход, моя дверь, мои, наконец, ступеньки. Так, давайте изучать. Так вот, ты можешь лепить, как нравятся, движки есть и полетит любое, что нравится. А он, я имею в виду из покупных. Я, когда покупаю, смотрю, что мне нравилось. Так-то я не могу его слепить. Значит, что, открываем биотопливный реактор. Дальше. Маяк, сохранение, открываем. Нужен он нам точно. Дальше. Электропроводка точно нужна. Ну, а дальше, вообще, конечно, можно сразу и солнечную панель батареи, но нам потом, наверное, скажет это сделать. Все равно, он нам сейчас скажет, биотопливный реактор поставьте. Поэтому, идем по тому, как придумали для нас разработчики. Давай, говори мне, что дальше делать. Постройте биотопливный реактор. Хорошо. Так, вот реактор надо, по-моему, на улице ставить биотопливный. Все, у нас появилась проводка, появился реактор. Маяк сохранения. Да. Вот это удобная штучка, чтобы можно было вернуться. А вот это у меня, тонкая стена. Да. А здесь все равно не пропадает. Так, ну, давай, где-то там. Подожди, где? Вот, биотопливный реактор. Так, металлическая обшивка мне одна нужна. Это вообще без проблем. Сейчас мы сделаем. Металлическая обшивка. Так, он ставится на улицу. Не, можно и в доме, но я ее оставила на улицу, потому что, ну, блин, нафига мне реактор в доме. Пусть на улице стоит. Мы вот здесь его поставим. Это будет наш источник света. Вообще, знаете, чего я придумала? Сейчас я вам покажу. Так, где ты, Пол? Я прям сделаю тут вот такую площадочку, и тут у меня будет стоять реактор биотопливный. Можно даже, как мы делали, так, вот так, и вот так. И вот здесь уже сделаем пол. Вот, тут будет реактор стоять. потом каким-нибудь заборчиком обнесем. Так, давай, реактор, будешь вот, зато симпатичненько. Так, вот здесь. Готовчинка. Чтобы создать энергосеть, выберите электропроводку, проложите провода к биотопливному реактору и подключить напрямую к узлам. Разведите по земле. Да, вот здесь сейчас начнется самое интересное. Реактор рядом с телепортом можно ставить, все равно питать надо его. да, он просто такой шумный, его в доме не хочу ставить. Вот сейчас с проводкой будет интересно. По-моему, там можно изучить штуку, которая скрывает все эти провода, но сейчас, по-моему, нельзя еще этого делать. Сейчас вообще посмотрим, что у них по проводке тут изменилось или нет. Так, используйте провода, чтобы подключить генераторные установки к вашей базе. Большая часть технологии, включая строение со встроенным освещением, требует наличие питания. Да, проводка может быть подключена к различным переключателям. Вот. Да, к переключателям. Так, сейчас мы начнем вот это вот вертеть. Надо было его немножечко, наверное, по-другому поставить. Да, мы сейчас его перевернем. Так, перевернем мы тебя передвинуть сейчас, вот, чтобы у нас провода были в правильную сторону. Стой вот здесь. Так, и вот у нас проводка пойдет. Так, сейчас мы сделаем подождите, переключатели я пока не могу изучить, загляну, просто они там прячутся в стены, и вообще тогда красота. Тут зачем это каждый раз читать? Так, медицинская станция, усилитель сигнала, батарея, солнечная панель, да, ничего такого нет, да, это значит надо будет там изучать уже, ладно, блин, опять темень, почему я вечно это в темноте? Так, давай, проводка, проводка, подрубаем, я просто хочу, чтобы было ну, хоть как-то, блин, красиво, вот, так, а если мы, подожди, блин, реально, переключателей-то нет, переключить режим прокладки проводки, покрутить, повернуть цвета, переключить режим, да не то, камеру, масштаб, нельзя сменить, изменить ось вращения, я понял, масштаб, нельзя изменить деталь, ой, ну и ладно, ты вот просто, а, а я могу, подожди, подожди, дай, войду, вот так вот же я могу, могу, тут будет пряменько, например, вот так, типа тут розетка такая, вот, нормально, дальше, беру и тяну вот так вот, а, мы, знаете как, мы по, по потолку поведем, о, смотри, а, я подумала, что освещение появилось, тут крыша не освещается, нет, так, сейчас мы по потолку вот так поведем, будет красиво, вот так, чтоб она не мешалась, блин, надо же скрывать проводку, межзвездные перелеты могет, а скрытую проводку нет, нелогичненько, вот и я аж про то же, но оно, видишь, потом, по, по, блин, а тут так не будет, оно потом появится, вот я аж ссык отстал, ну, давай, вот оно, сейчас, тогда не так, стоп, а, па-па-па-па-пам, так, вот мы сейчас тебя возьмем и удалим и доведем до конца, взяли, подтянули, вот прям надо, чтоб вот так было, так, дальше, вот отсюда уже пошли, вот сюда, как там, вот где-то до сюда, отсюда, пошли, так, вот, куда тебя подключать, вниз, да, вниз, значит, идем вот сюда, идем вот сюда, отсюда, вниз, и по полу дальше потянем, где-то там, господище, не видно нифига, вот так, и отсюда уже поведем, блин, вот так криво получится, тогда вот так, я не хочу просто путаться в проводах, у меня дома провода достают, ну, короче, как-то так, вот так вот, можно было, конечно, еще ровнее, ну ладно, тогда телепорт совсем не отключится никогда, рядом можно еще батарею заболбенить, да, да, я бы вообще сразу поставила эту солнечную панель, но видишь, по квесту нужно сначала этот реактор, ну и надо им, да и без проблем, так, чем ты там у нас заправляешь себе топливный реактор, вход мощности 20, так, чем тебе надо заправлять, ты уже забыла, ага, кислород, углерод, вот мы углеродом будем, а сколько у нас чего вообще, подождите, у нас кислорода дофига, углерода мало, давайте-ка кислородом будем заправлять, что же поделать, уа, Эдвин Волкмен, спасибо за победу, так, на тебе кислород, пожалуйста, так, выходная мощность 50, потребляем 20, замечательно, еще и лампочки можем, так, теперь нам надо, ну, сейчас он, цель достигнута, сейчас скажем, что, посмотрим, что он дальше захочет, на панель много золота нужно, а я его весь продала, да, ну, добудем, добудем, так, о, до компьютера базы, вот, кстати, заработал у нас, да, знаете, что, я сначала лампочки поставлю в доме, а потом уже до компьютера базы доберусь, так, где ты, лампочка моя, вот, закрытый торшер, давай, один здесь, один будет здесь, ну, блин, мне из-за тени видно, нифига, так, один будет здесь, и, естественно, вот здесь, все нормально, а тут, потому что, и так светит, хорошо, так, где мои фонарики, шарики, фонарики, так, давайте, проводка, так, где, что есть-то, вот, проводка, во-первых, во-первых, мы тебя сейчас доведем донизу, доведись ты донизу, да, блин, мешаешь мне, ладно, я сейчас камеру переключу, о, вот так нормально, и пошли вот сюда к лампочке, блин, криво, конечно, а мы вот так, не, 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 подожди, не прихватывайся, ой-ой-ой, вот так, как можно больше, и вот сюда уже так подключим, есть, одна лампочка есть, демон ман, спасибо, из эликсерчик заману, так, дальше, теперь сюда тащим, а у нас здесь, здесь по потолку идет, да, вот мы отсюда, а, мы вообще вот так вот красиво сейчас можем сделать, вот так, и не видно будет, ха-ха, дальше, вот, господи, напугал меня, давайте сейчас посмотрим, сколько у нас энергии будет тратиться, я какой подключила, я вот тебя подключила, а, ты горишь, да, а ты чё не горишь, а, недостаточная энергия, а почему, так, смотрим, 20, используется 21, ну, и чё тебе недостаточно, чё, бесишь на меня, я не понимаю, вот это тоже не работает, да, какую я подключила, вот это работает лампа, блин, светит она, конечно, так себе, а вот это и недостаточная энергия, а чё тебе недостаточная энергия, давай смотреть, проводка, так, убрать, и чего тебе не нравится, нормально же всё было, вот синенькая всё, всё загорелось, вот, теперь достаточно, слушайте, лампы, кстати, светят, так себе, я вам скажу, вообще не особо, они, походу, по одной, до единицы, берут, поэтому можем, в принципе, все остальные подключить, там, получается, не очень-то и, так, давай, конечно, это вообще, дико некрасиво, но чё ж поделать, так, и теперь надо протащить, вот здесь, вот, по потолку, где-то там, ладно, так, вот здесь, прям впритык ушку, дальше, берем тебя, тянем вот сюда, весь дом будет в проводах, вот как в жизни, вечно эти переходники, переноски и прочая фигня, всё вот так будет, так, ну, зато всё светит, ладно, посветлее стало всё-таки, нормально, всё, с Азис добыл, с тем заявку в диски, скинул, умничка, Медиус, отлично, супер, провод к самой лампе не подключён, а, Ван Логан, вон, всё подключила, ой, всё поправила, нормально уже теперь, стоит удалить короткий провод, и всё равно подключить, да-да-да, видишь, сработало, блин, вот это, конечно, порнография, ладно, я пока не буду на это обращать внимание, так, давай компьютер базы, что ты мне скажешь, работа с архивом завершена, хотите выбрать новую задачу, конечно, начинаем, дешифровка, 16, 16, 16, везде присутствуют эти цифры, странник находит свои крылья, лети к нам, и займи своё место среди звёзд, оу, сигнал получен, обнаружены признаки жизни, координаты у нас появились, ну что, я думаю, что на этом мы сегодня, давайте закончим, и пойдём дальше по координатам на следующем стриме, значит, вот тебе первое правило при ремонте, розеток много не бывает, это да, но Манская хорошую подсветку даёт те детали, которые не задумывались как лампы, например, растения канделябры или троглала, тюльпаны, прикол, ну вот мне кажется, что знаешь, вот, вот эта вот штука, где она, где она, вот, контейнер для флоры, мне кажется, будет светить намного лучше, значит, что у нас по стримам, завтра, если я не сильно поздно закончу работать, то завтра будет стрим, и если он будет, то, скорее всего, по порте будет, чтоб мы её тоже не забывали, вот, а в воскресенье, мы посмотрим, вот, если завтра не будет, тогда точно будет стрим в воскресенье, поэтому, смотрите, оповещение в телеге, я обо всём обязательно напишу, даёт хороший мягкий рассеянный зелёный свет, особенно, если спрятать внутрь стены, ну вот, так мы тогда и будем, со светом работать, спасибо вам огромное, за то, что смотрели, писали, всем почтение, двойное почтение, тем, кто поддержал, заману эликсирчики, вам отдельный респект, всё, всех одним обнимаю, надеюсь, услышимся завтра, пока-пока, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,